Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube канале Процветок. С вами Ломонос Петр и сегодня мы поговорим о томатах. Почему томатах? Потому что томаты начинают зреть и как бы в эту августовскую пору вместо созревания многие просто напросто снимают испорченные плоды и где-то их закапывают в почву, потому что их повредила фитофтора. Как ускорить созревание томатов и в открытом, и в закрытом грунте? Эти способы подойдут и там и там. Вообще, если по большому счету дозаривать томаты, есть масса способов и они очень различные. Есть, конечно, химические, есть механические способы, есть еще более секретный способ. Я вам тоже расскажу сегодня о нем. Все это помогает ускорить томатов для созревания. Но учтите один факт, что как бы очень много забывают. Многие огородники считают, что томат должен назреть на кусте. Ну это, конечно, справедливо, если ваши томаты растут где-то защищенные спонбондом, защищенная пленка или каких-то укрытий, это да. Но если ваши томаты будут расти, как вот здесь у меня, прямо в открытом грунте, открытые всем ветрам, значит, это очень опасная затея. Потому что фитофтора может погубить вас урожай раньше, чем вы его дождетесь. Что в этом случае необходимо помнить? Значит, томат, плод его, вернее, если побелел, значит, он больше уже не растет. Просто он дозаривается на кусте. Так вот, ошибкой будет наших огородников ждать, чтобы эти томаты дозарились. Все, что в открытом грунте побелело, мы просто-напросто берем, срываем, срываем и в теплое помещение. В теплом помещении ваши томаты дозреют, но за эту пору, пока дозариваются ваши томаты в теплом помещении, значит, то, что осталось на кусте, оно подрастет, оно тоже побелет и тоже можно будет снять. Но в теплом помещении, значит, не обязательно ждать, чтобы ваши томаты там долго, ну, ждать там неделю, две, три, пока томаты дозарились. Делается очень просто. Купили хороших томатов красных зрелых и положили рядом зелеными. Газ и целен, которые будут выделять зрелые томаты, быстро, значит, ускорить созревание томатов, которые уже собраны были вами на градке. Ваши томаты будут зреть прямо на глазах. Попробуйте. Затраты небольшие, а эффект очень хороший. Ну, если вы хотите получить ваши томаты в открытом грунте на кусте, то это тоже надо поработать. Ну, поработать в каком смысле? Что надо их побудить, чтобы они не шли в рост, а начали созревать. А как это делается? Делается это очень просто. Ну, химический способ. С химических способов назову такой, что 50 грамм суперфосфата на 10 литров воды. Растворяем в горячей воде суперфосфат. Когда он уже растворится более-менее, процеживаем в раствор и обрызгиваем по листьях ваши томаты. Суперфосфат очень ускоряет созревание томатов. Следующий препарат, который нам с химических поможет, чтобы наши томаты быстрее созрели, это борная кислота. Вы ее применяли в борную кислоту, чтобы томаты лучше завязывались. Точно также 1 грамм на 1 литр воды борной кислоты также будет способствовать ускорению созревания томатов. Ну, дальше перейдем к способу более простым, более таким. Вот отсюда ваши томаты. Значит, есть колышки у вас. Значит, каждое растение можно покрутить. И крутим растение таким образом, чтобы плоды оказались на солнце. Вывернули плоды к солнцу, они будут созревать гораздо скорее. И секретный способ, который вам обещал рассказать, что механически. Он делается очень просто. Надо обыкновенная булавка. И обыкновенной булавкой у всех томатов, которые уже побелели, мы уже плодоножки этой зеленой, вы там видели. Делаем просто небольшой накол. Просто накалываем томатик. Так вот, эта маленькая щелочка, которая уже микротравма томата, значительно ускоряет созревание. Примерно на неделю, на 7-10 дней. 7-10 дней томаты созреют скорее, чем те, которые не подвергались такой простой манипуляции. Ну, для того, чтобы полностью куст вызрел, значит их можно немного подтянуть. Взяли, подтянули какую-чуть герку, надорвали корни, и томаты будут зреть. Но уже учтите, что если надорвали корни, значит уже плоды, какие вырастут, такие и будут. Они уже в размерах не увеличатся. Потому что растение будет дозариваться, а уже плоды расти не будут. Уже как бы собрали все, сколько уже выросло, такой урожай и собрали. Ну, хотя не стоит огорчаться. Как бы многие огородники смотрят за каталоги и думают, что гигантские урожаи. Урожай гигантских, даже самых хороших сортов, обычно нема, нормальным урожаем считается полтора-два килограмма с куста томата. Ну, если сорта высоко роста, это в пределах 4 килограмм. 4 килограмма с куста томата, это считается хорошим показателем. Так что обратите внимание на эти показатели. Следующее, если вы хотите, чтобы томаты все-таки и созревали, и подрастали, значит, берем обыкновенный нож, острый нож с острой вершинкой. Отступаем сантиметров 12-15 от уровня почвы и стебель просто-напросто разрезаем на половину. Ну, разрез должен быть сантиметров 5-6 сантиметров длиной. Ну, разрезали, но в эту пору надо приготовить пластмассовую палочку. Их можно взять из мороженого, пластмассовой палочки, можно из ватных дисков взять эту пластмассовую палочку. Ну, сейчас не проблема такую палочку. Нету пластмассовой, сгодится деревянная палочка. В этот разрез вставляем палочку. Так вот, как бы начинает обтекать, ну, разрез, это питательное вещество, что будет поступать к томату, и томаты созревают гораздо быстрее. Способ, конечно, очень-очень простой. Ну, и дальше еще что? Если возглавляют условия, значит, вы можете ваши томаты еще прикрыть полиэтиленовой пленкой, если они небольшого роста, если они высоковаты, там проблематично. Но если они низкие, вы можете поставить дуги, накрыть полиэтиленовой пленкой, они как парнички, ваши томаты созреют очень быстро, и они не заболеют фитофторой. Самым главным заболеванием, которое сводит на нет все наши труды по выращиванию этой культуры. Так что, я думаю, все эти способы доступны, легко осуществимы, а который вам подойдет, это решать вам самим. Пользуйтесь этими способами и получайте урожай томатов, а не отдавайте все на откуп фитофторы. До свидания. Смотрите наш YouTube канал. Субтитры создавал DimaTorzok